Микс Ньюс Добрый день, уважаемые радиослушатели! Как мы уже анонсировали, чрезвычайный полномочный посол Азербайджанской республики в Латвии Джеваншир Ахундов у нас в студии и, кстати, доктор исторических наук да, вот так, наверное, правильно степень звучит, да? Ну, правильно, правильно. Да, и это очень важное замечание, поскольку вот уважаемый посол мне сказал, что вот мы начнем с очень интересного экскурса в истории я думаю, что даже, наверное, большинство наших радиослушателей, которые, естественно может быть, многие из них, ну, в советское время или последствия были в Азербайджане, могут даже и не знать, что есть такая очень интересная страничка истории латвийско-азербайджанская или латышско-азербайджанская вот с этого мы, наверное, начнем, потом поговорим о дне сегодняшнем. Спасибо большое. Во-первых, я хотел бы поблагодарить радиобалком за предоставленную возможность сегодня выступить здесь вот в этой студии на теперь, если мы будем говорить о нынешнем состоянии латвийско-азербайджанских отношений, я хотел бы сделать дискурс в истории, потому что еще в начале 20 века, это период нефтяного бума в Азербайджане, в Баку, в Баку была достаточно большая латышская диаспора, при том это были в основном представители интеллигенции, это были и поэты, и писатели, и был прекрасный дирижер, такие было латышское общество, ее возглавлял Петерс Вегис, такие писатели, как Эрнс Упес, писатель Аурис Упете, Судрово Эдзус, то есть эти все люди, они работали в Баку, и на различных, в различных там учреждениях, в различных фирмах, и в то же время сохраняли свой язык, свою культуру, свою идентичность латышскую, многие потом вернулись в Латвию, но вот это такая, да, их сохранился, их архив, он до сих пор очень бережно сохраняется в нашем государстве, на архиве азербайджанском, я думаю, что мы постараемся осуществить этот проект, чтобы исследователи, как из Латвии, так и из Азербайджана, могли бы как бы исследовать эту страничку нашей истории, и в дальнейшем опубликовать или монографию, или какую-нибудь иную книгу, публикацию по этому поводу. То, что касается нынешнего состояния наших отношений, то они и в политическом плане, и в экономическом плане, и в культурном плане находятся на очень хорошем уровне, но это всё не значит, что мы должны остановиться и не стараться их поднять на более высокий уровень. Надо, конечно, работать, надо постоянно, целенаправленно проводить различные программы, чтобы их поднять на более высокий уровень. Ну и вот здесь я бы хотел охарактеризовать и рассказать нашим радиослушателям, что в течение трёх лет, пока я здесь, я когда стал послом, значит, были осуществлены визиты, как и нашего президента Ильхама Алиева, господина Алиева, сюда в июле 17-го года, так и вашего президента, господина Вениса в Баку на глобальном форуме. И вот это тоже очень интересный такой исторический факт, который очень редок в истории дипломатии. Во время пребывания на этом глобальном форуме два ваших прежних президента и один нынешний действующий президент одновременно были в Баку. По-моему, в истории дипломатии такого ещё не было. Это и отражает тот уровень отношений, который существует между нашими странами. Во время визита нашего президента суда был подписан ряд документов. Это в области строительства, транспорта, образования. И самое главное, был подписан документ о стратегическом партнёрстве. Это очень важный документ. Латвия была 13-й страной Европы, которая подписала этот документ. У нас идут сейчас переговоры о подписании нового договора с европейским сообществом, который откроет новую страницу в наших взаимоотношениях с Европой. То, что касается... Да, потом были визиты наших спикеров парламента. То есть, диалог постоянно по истории. Да, господин Октай Асадов был здесь в Риге, госпожа Мурница была в Баку, потом были министры юстиции, министры транспорта. То есть, у нас идёт постоянный диалог, постоянный обмен делегациями, которые работают в своих сферах. Вот сейчас скоро должна приехать большая, очень представительная делегация бизнесменов. 26 фирм будут представлены, и совместно они проведут совместное заседание, совместный бизнес-форум, чтобы поднять вот эти наши отношения в торгово-экономическом на более высокий уровень. Вот вы сказали, 26 фирм и компаний. Я понимаю, что все мы, наверное, не перечислим, нет времени. В каких сферах хотя бы они работают? Там разные компании. Там и в сфере производства продуктов питания, там и текстиль, там и туристические компании. Но я бы хотел отметить не только эти компании, я бы хотел отметить особо, что некоторые наши компании, производящие электротехническую продукцию, собираются участвовать в тендере на осуществление проекта «Рэй Балтик». Вот этот большой проект, который сейчас часто очень обсуждается в латышской прессе. Но я бы хотел бы еще о чем сказать. О том, что надо объективно, хотя наш товарооборот между Латвией и Азербайджаном увеличился на 72% в 2018 году. Это рекорд какой-то, да? Да, в 3,6 раз. Объективно надо сказать, что это за счет, в основном за счет латышских компаний, технологических компаний, которые осуществляют свою деятельность и в Новобакинском порту. У нас прекрасная есть фирма, которая работает в области дизайна. Они осуществили проект музея огнепоклонников рядом с Баку, в Сур-Аханах, осуществили проект музея в Гобыстане, это 80 километров от Баку, это наскальные рисунки, это 10 тысяч лет тому назад эти рисунки были, эпохи бронзы. И, значит, осуществили, и сейчас будут осуществлять проект создания музея нефти в Баку. То есть, вот этот спектр латышско-азербайджанских, азербайджанно-латышских торгово-экономических компаний, это я назвал только маленькую тольку того, что существует. Там еще очень много и в фармакологии, и в других сферах. Ну, я так понимаю, что уже сегодня, в принципе, немного, но определенную, качественную азербайджанскую продукцию уже можно попробовать. Да, она уже поставляется, но, увы, это в силу того, что мы ведем сейчас переговоры с Европейским Союзом, там есть объективные причины того, что в большом количестве она не может появиться на латышском рынке, но я надеюсь, что после подписания этого договора с Европейским Союзом там уже будут совсем другие возможности, это связано с финансовыми вопросами, и уже в более больших количествах азербайджанская продукция появится на латышском рынке. Я так понимаю, что премьер есть, можно попробовать азербайджанские блюда, есть ресторан здесь, да? Да, есть. Я так понимаю, что, по-моему, на центральном рынке тоже можно какие-то уже азербайджанские продукты купить. Нет, на центральном рынке там есть павильон, павильон, да, там есть павильон, который рассчитан на продажу именно азербайджанских продуктов, но я надеюсь, что вот он после тех визитов, которые я говорю, он заработает полную мощность. А рестораны есть и на на Элизабетесе есть и в пригороде Риги есть и еще небольшие рестораны есть, которые работают в Риге. Я даже слышал, говорил, представители места азербайджанской диаспоры, что сейчас организовали даже, я так понимаю, для всех желающих, ну, естественно, может быть, для молодых людей и воскресную школу, те, кто хочет изучать азербайджанский язык. Да, у нас, значит, есть информационный центр, здесь он находится в библиотеке, университетской библиотеке, там два раза в неделю преподается азербайджанский язык, я думаю, что количество, там где-то уже человек 25 ходит, изучает, при том, не только это азербайджанцы, которые родились в Риге, хотят усовершенствовать свой язык, но это и латыши, и евреи, и русские, там все молодые люди, всех национальных то есть полный интернационал. интернационал, всех национальностей, они очень усердны, и мне очень приятно, что они с таким энтузиазмом изучают этот язык, прекрасная преподавательница Гюнай Ханумалиева, она сама из Баку, она супруга нашего уважаемого Романа Алиева, это директора гимназии, кстати, в этой гимназии тоже есть курсы для более маленьких детей, которые изучают, в воскресенье только они изучают азербайджанский язык, это дети в основном азербайджанских родителей. А диаспора довольно большая, да? 3 225 человек. В принципе, то есть вы как посольство поддерживаете с ними контакты? Да, мы поддерживаем отношения, там диаспорная организация, мы с ними в постоянном контакте и проводим, вот недавно был, значит, проводили Новрус, значит, мы сперва провели Новрус и для молодежи, наших, нашей диаспорной молодежи, они провели, мы там участвовали, потом был Новрус для послов, для представителей Министерства иностранных дел, парламента Латвии, мы вот такие тоже мероприятия проводим. Да, если мы еще говорим о торговых отношениях, как вы считаете, что еще препятствует, ну, непонятно, что определенное расстояние, может быть, какие-то логистические склады, что нужно было научить? Вот я бы хотел об этом говорить, вот здесь у нас, мы когда с вами говорили, один из вопросов, как улучшить, как поднять на более высокий уровень. Главный вопрос, и я благодарен господину Ренкевичу, он в своем интервью тоже это подчеркнул, это коридор Север-Юг. Это очень важный, очень важный и очень геополитический, геоэкономический проект. Мы очень много времени, очень много усилий нашего руководства нашей страны уделяют этому коридору. У нас первая очередь нашего нового бакинского порта в Алятах построена. Значит, мы подписали соглашение с Ираном о соединении наших железных дорог с иранскими железными дорогами, которые дают возможность уже теоретически соединить порты Персидского залива и Южной Азии с портами Балтики. У вас прекрасные порты, огромный порт, Рижский порт, Венспилский порт, Лепайский порт. Это огромное богатство, огромные возможности. И мы тоже стараемся. У нас сейчас работает как на линии Восток-Запад, Запад-Восток, так и на линии Юг-Север, Север-Юг. Это наши сейчас китайские товары идут через Казахстан, через наш порт, через Баку идут, созданы новые дороги Баку-Тебилиси-Карс. Они уже три дня назад заработал и пассажирский поезд на Карс, на Турцию. То есть, сейчас пассажиры из Баку могут спокойно уже ехать, уже и теоретически могут ехать на поезде до Европы. То есть, вот эти все проекты... На Турции и пользуется способом такой поезд. Да, огромный. Сейчас у нас товар-аворот увеличен за счет именно вот этой железнодорожной связки. И у нас единый тариф был подписан вот этот шелковый путь, знаменитый проект шелкового пути, он был подписан с Казахстаном о едином тарифе. Казахстан, Грузия, Украина уже подписали, с Азербайджаном подписали о едином тарифе. То есть, вот эти товары идут уже вот так. А что касается Турции, мы говорим о стратегическом партнерстве. Да, конечно, мы говорим о стратегическом партнерстве. То есть, это близкая для Азербайджана страна. у нас очень и в языковом плане у нас есть такой лозунг «Одна нация, два государства». Беремиллят и хидевлят. Да. Да, так вот, продолжая вот этот коридор, мы говорим. Да, о коридоре. Вот мы сейчас будем, у нас, у вас новое правительство, мы надеемся, скоро у нас уже есть сопредседатель межправкомиссии, будет новый с латышской стороны новый председатель. Я встречался, буквально вчера встречался с министром транспорта Латвии, мы очень хорошо, прекрасный человек, прекрасный профессионал, и мы с ним очень всесторонне обсудили эти вопросы. То есть, я хочу сказать, что у нас очень много планов, очень много сделано, но очень много еще придется сделать. И я думаю, что этот проект, он будет работать во благо наших государств, наших народов. То есть, в принципе, вы не скучаете, что путем этих коридоров можно даже связать и Латвию тоже, да, вот эти коридоры. Ну, конечно, не понятно, о чем речь? Вот речь идет об этом, чтобы вывезти товара, ну, опять, это многовариантность дает и Азербайджану, и Грузии, и Украине, и Белоруссии, и Латвии. То есть, это возможность, вот сейчас, вот опять, мы испытываем определенные проблемы, вот именно вот в этих транспортной логистике. То есть, в принципе, это перспективное, вот как раз, вот направление работы. Если мы говорим, может быть, несколько слов о сегодняшем Азербайджане, я предполагаю, что многие радиослушатели еще не были именно вот в это время, да, в Советской, наверное, многие были, вот в это время, как сейчас развивается Азербайджан, ну, сколько времени у нас хватит? Значит, Азербайджан – это индустриально-аграрная страна, она развивается. То есть, это и промышленность, и сельское хозяйство? Это и промышленность, и сельское хозяйство. Конечно, основная, где-то 50% нашего экспорта, это до сих пор нефть и газ, но в последние годы особое внимание уделяется не нефтяному сектору, и этот сектор с каждым годом все больше и больше и больше деферсификации увеличивается. Мы производим большое количество сельскохозяйственной продукции, мы производим машиностроение, электротехника и другие виды промышленной продукции и сельскохозяйственной продукции. Так что, это бурно развивающаяся страна, нельзя сказать, что у нас нет проблем, у нас, как на всем постсоветском процессе, есть и свои проблемы, и свои неудачи, и свои победы, но тенденция, она положительная, очень у нас вот мы надеемся, что в этом году у нас будет около 3% роста ПВП, 22,5-3%, это не наши оценки, это оценки Всемирного банка. Это хороший рост, фактически. И я так понимаю, что и Баку развивается, как столица. Ну, конечно, если кто приезжает, вот сейчас у нас там, мы с вами говорили о туризме, вот сейчас скоро очень моих друзей из Латвии, из Риги, сейчас поедут на формулу, на автогонки в Баку, это, 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 это элитная гонка, мировая гонка. Со всего мира приезжают, там с каждым годом это имидж еще больше увеличивается, еще больше гостей приезжает, это, ну, это элитное, это элитное мероприятие, это такое, что это, помимо этого, в конце, значит, июня будет финал Лиги чемпионов в Баку, и я, даже у нас 28-го день республики, так я сделал, 24-го буду проводить, чтобы мои друзья из Риги, потому что уже все заказали себе билеты, они, чтобы они могли по приемам побывать, и чтобы могли на Лиге чемпионов тоже поехать в Баку, вот, это говорит о популярности уже в Баку, у нас, но и могу сказать, что летом, когда начнется уже очень сильная жара в Баку, очень многие приезжают сюда в Ригу, в Юрмалу, да, да, они бегут от жары уже сюда в Ригу. Я так понимаю, что с возобновлением сезона и возобновляется авиаперелеты, кстати говоря, да, да, Air Baltic летает у нас, значит, как только наступает лето, летний период, Air Baltic уже летает, это связано, это связано с потоком туристов, будет, будет большое количество туристов, будут и постоянные полеты наших, наших авиакомпаний, но там и грузоперевозки увеличились, на авиагрузоперевозки тоже увеличились. Да, может быть, еще такой вопрос в первой части, если вот мы говорим о торгово-морботе-экономическом взаимоотношениях, в принципе, как вам кажется, еще есть перспективы, чтобы увеличилось не на 72%, да, а еще больше? Конечно есть, конечно есть, там потенциал огромный. Огромный, и целый ряд продукций, которые сейчас производят в современном Азербайджане, мы даже не представляем, что делать. Да, да, да. Вот вы сказали до перерыва, что есть компании, которые высокие технологии сейчас могут предлагать, участвовать в тендерах, да? Вот у нас, посмотрите, значит, почему я говорю об этом коридоре север-юг, юг-север, потому что это транспортная логистика, это возможности огромной перевалки грузов, и как через Азербайджан, так и через Латвию, но это и дает возможность дифферсифицировать наши, ну вот я могу вам привести пример, немножко он шутливый, конечно, но вот сейчас в бакинских магазинах продают латышское пиво, да, латышское пиво, очень популярное, кстати, латышское пиво, ну, это... То есть покупают хорошо, ну, да, там есть продукция, которая традиционно была популярна, это продукция молочной промышленности, но вот пиво в основном у нас было в основном местное, наше, бакинское, ну, и там есть традиционных центров, чешское, немецкое, а сейчас вот и латышское, то есть добавил... это, конечно, уже в определенной степени какая-то шутливая нотка, но если говорить серьезно, возможности огромные, возможности огромные, потому что я могу вам привести пример, что у нас сейчас очень много сельхоз, очень качественной сельхозпродукции, фруктов, овощей, оно раскупается на мировых рынках, и нам приходится с достаточной долей усилий прилагать, чтобы сельхозпроизводители пустить на европейский рынок. Потому что все уходит и так, да? Да, все уходит и так, но сейчас, я думаю, что в течение года, двух лет, после тех реформ, которые у нас правительство наше проводит, этот сельхоз, не нефтяной сектор, он увеличится в разы. То есть принципы государства поддерживают развитие агромного сектора? Несомненно, и не только, у нас создаются новые агропромышленные парки, наше правительство во главе с нашим президентом, господин Алиевым, огромные усилия прилагают, чтобы инфраструктуру, новую инфраструктуру создают, уже на протяжении 10-15 лет строятся новые дороги, железные, автомобильные, порты строятся. У нас пять международных аэропортов. Это для развития туризма. в Габелле, в Гянджи, в Линкаране, то есть уже мы в пяти аэропортах. Уже не говоря о таком мегаполисе, как Баку. Уже не говоря о Баку. Да, там огромные аэропорты. построены, прекрасны, которые вошел в пятерку лучших аэропортов по версии британского ее недельника. То есть я хочу сказать, что это все делается. Для чего? Для того, чтобы, во-первых, люди могли бы для развития бизнеса, для развития сельхозпродукции, не только сельхозпродукции, у нас увеличение производства хлопка в разы увеличилось и так далее. Очень много есть сфер, в которых очень можно будет и латышские компании могут участвовать. И они, кстати, участвуют. И участвуют. Привезы ненадолго, новости реклама, не переключайтесь. Да, Джован Шарахундов у нас в студии, чрезвычайный полномочный посол Азербайджана. Вот в этот момент не могу все-таки не спросить у вас о такой, ну, больной теме Нагонного Карабаха. Ну, фактически с начала 90-х это вот такой конфликт. Кто-то его называет затихающий конфликт, кто-то замороженный конфликт. Да, вот что там вообще сейчас происходит и какие есть перспективы, естественно, не знаю, мирного, долгосрочного мира, я бы так сказал. Ну, во-первых, я хотел бы сейчас сделать небольшой экскурс. Вот, я хотел бы спросить, да, в историю вопроса. Вот недавно было 31 марта, это день геноцида азербайджанцев в 18-м году. Это период нашего, значит, создания нашей государственности. В прошлом году и мы проводили мероприятия по столетию, и сто лет тому назад совместные большевистско-армянские воинские формирования, они устроили геноциды в Баку, в Шамахе, в Губе, мемориал сейчас существует, значит, погибло 52 тысячи людей, было уничтожено, при том числе азербайджанцы, евреи, лезгины, талыши и другие национальности. То есть это была акция устрашения против азербайджанского населения, чтобы, так сказать, сломить волю азербайджанского народа в его национально-освободительной борьбе. Ну, вот, увы, тогда еще, уже после советизации Азербайджана, этот, вот этот фактор, он был, как бы, оставлен, как механизм такого управления, механизм давления, и он, в общем-то, вот, в конце 80-х годов, он опять начал давать о себе знать. Очень прескробно, конечно. Вот сейчас у нас, вы спросили, в каком состоянии сейчас решение этого вопроса, мандат на переговорный процесс имеет, значит, минская группа ОБСЕ, она в рамках этой минской группы ведут уже больше 20 лет идут эти переговоры, но до сих пор еще такого мы результаты не видим. Но существует международное право, существует четыре резолюции Организации Объединенных Наций, существует резолюция Европарламента, существует резолюции международных организаций, Организация Исламская Конференция, Организация Неприсоединения, все эти резолюции требуют безоговорничной деоккупации азербайджанских земель. 20% наших земель оккупированы, более миллиона беженцев и перемещенных лиц. То есть фактически, я извиняюсь, что перевариваю, что было понятно, более миллиона беженцев сейчас находятся на территории Азербайджана. Да, находятся на территории, наше правительство несет огромные финансовые затраты на их содержание, на строительство выделяют жилья. Ну, конечно, им строятся целые города, им выделяется жилье, они находятся в протекционистском таком режиме оплаты энергии и коммунальных услуг. Видимо, обучение, да, 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 все, все, все в этом, в комплексе. Это все, это огромная нагрузка на государство, но мы все это делаем, потому что это люди, это наши люди, это наш народ, и мы должны всячески поддерживать. А там оставаться они просто не могли? Там, нет, это было этнические чистки, их убивали, сжигали в мечетях, там, в селах и в других местах. И вот Ходжалы, трагедия городка Ходжалы, где 613 людей, это в Нагорном Каравахе, были уничтожены, и вот Серж Саркисян после этого заявил, что, вот, Качаряны, Серж Саркисян заявили, что вот азербайджанцы думали, что мы с ними шутим, а вот мы им показали, что мы не шутим. Как можно вообще такое говорить? А по поводу, значит, по поводу решения проблемы, ну, вот сейчас переговорный процесс идёт, но мы пока ещё никаких результатов таких не видим. Надо, конечно, это в интересе обоих народов, но я бы хотел что отметить, там же не только непосредственно Нагорный Карабах, там ещё 7 районов, которые вокруг Нагорного Карабаха. Об этом меньше просто говорят, но это тоже, да? Да, а это тоже оккупированы, и там тоже идёт, там тоже идёт незаконная какая-то экономическая деятельность, заселение какими-то беженцами непонятно откуда и так далее. То есть, всё это, всё это незаконно с точки зрения международного права. Ну, увы, вот мы ещё, я бы хотел ещё что отметить, мы, наша армия сейчас, это не то, что у нас не было армии, тогда в конце мы сходили в состав Советского Союза, у нас не было ни оружия, ни армии, и этот конфликт нас застал врасплох. Сейчас наша армия входит в 50 самых мощных армий мира, это не мои оценки, а оценки Международного Института Военных Исследований. И наша армия может восстановить, значит, конституционное право на этих территориях, но мы не хотим военным путём, хотя вот три года назад, в апреле 16-го года, начались боевые действия, мы освободили около часть Нагорного Карабаха, мы освободили от оккупации, но чтобы число жертв не увеличилось, и в силу международных посредничеств мы остановили свои боевые действия. То есть, в принципе, это говорит о том, что армия боеспособна. Армия боеспособна, и армия готова осуществить своё конституционное право на освобождение своих оккупированных территорий. Всё-таки, поскольку вы дипломат, вот хотел такого позадать, есть ли какие-то, не знаю, дипломатические компромиссы, которые могли бы удовлетворить, есть вообще слово компромисс и суместно, обе стороны? Ну, конечно, есть. Значит, наш компромисс, это самое высокое, мы об этом, я не хочу сейчас в нюансы такие вдаваться, но в первую очередь, в первую очередь, армянская сторона оккупировала наши земли, мы же не оккупировали какие-то земли, то есть компромисс должен быть в первую очередь с их стороны, а не с нашей стороны. Мы готовы обеспечить гарантию безопасности армянского населения, кстати, мы постоянно, вот я когда работал, мы декларировали постоянно, что это наши граждане, пусть приходят, так сказать, мы можем им, так сказать, оказать те или иные юридические, там, правовые какие-то услуги и так далее. То есть нет так, что вы собираетесь враждовать соседями? Нет, ну, здесь нельзя так тоже ставить вопрос, почему? Потому что огромное количество людей пострадало, огромные люди, есть семьи, которые на 8, на 100% люди потеряли всех своих родственников, есть люди, которые потеряли своих отцов, матерей, детей, говорят о том, что это очень сложный процесс, это должен постепенно, сказать, что мы все забыли. Да, все занельзя, это рано, еще будет очень долго, не зажирающая рана, но хотя бы стараться, значит, стараться как-то подготовить людей к этому, подготовить людей к этому мирному процессу, мы должны, но как это, это должна в первую очередь та сторона, которая оккупировала, она должна в первую очередь этот процесс начинять, а не мы. Если мы говорим вот о внешней политике Азербайджана, может быть, несколько слов, чтобы наши радиослушатели были в курсе, я так понимаю, что это многовекторная политика, это не просто в одной какой-то организации вы состоите и приоритет только вот один, да? Несомненно, у нас, мы проводим многовекторную политику из всех стран наших соседей, со всеми у нас прекрасные дружеские отношения, и с Грузией прекрасные отношения, и с Российской Федерацией, и с Ираной, но и с Турцией у нас, конечно, такие, с Европой мы, у нас, вот я отметил, что у нас идет процесс переговоров, процесс, чтобы подписать новый договор с Европейским Союзом. я так понимаю, с Россией у вас конструктивные диалоги, я знаю, не дал, по-моему, телефонный разговор Путина с Алиевым, да? Да, 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 у нас прекрасные, нормальные, конструктивные, хорошие отношения с Российской Федерацией, у нас хорошие отношения, несмотря на все те международные реалии, которые существуют, мы стараемся поддерживать со всеми нормально, у нас единственная проблема это с Армянской Республикой, которая вот, вот, в силу определенных, так сказать, обстоятельств смогла захватить наши земли, и мы не хотим военным путем, чтобы гибли, опять, мало, хотя люди гибнут, там два года назад обстреляют село, там погибла бабушка с внучкой шестимесячной, ну, как это можно назвать, когда гражданское население погибает, когда они, не какие-то молодые люди с автоматами, или там, а погибают, обычная женщина старенькая, с внучкой сидела во дворе, и вдруг, так сказать, пуля оборвала ее, жизнь ее, ее внучки, Ну да, понятно, что страна вынуждена реагировать на это. Конечно, несомненно. Если мы говорим, тоже важная тема, так вот, время быстрая эфира у нас приближается к концу все-таки, вот вы упомянули, мы все знаем, что все-таки Азербайджан это крупнейший добытчик, экспортер нефти, что сейчас происходит, я так понимаю, что вы тоже диверсифицируете экспортные поставки, вот может быть, несколько слов вот об этом нефтеронике. Значит, у нас, значит, у нас, да, у нас много вариантность, у нас мы построили основной наш нефтепровод, это Баку, Тбилиси, Джейхан, по экспорту нашей нефти, мы недавно построили газопровод Танап, это, который идет в Турцию, и уже почти закончили ТАП, это газопровод, который уже непосредственно идет в Европу, через Албанию он идет в Италию, и подсоединяется там к общей европейской газораспределительной сети. То есть, мы диверсифицировали свои... То есть, и в Италии может быть и взаимодействий газ? Да, да, да. Сейчас уже и Венгрия хочет подсоединиться к этому проекту, и Болгария. То есть, вот такая система. Помимо этого, у нас есть еще газопровод Баку-Супса, у нас есть газопровод Баку-Новороссийск, то есть, у нас многовектор, многовариантная такая система поставок нашего углеводородного сырья на мировой рынок. Помимо этого, значит, наша нефтяная промышленность, она, в общем, очень хорошо развивается, новые месторождения разрабатываются, новые газовые месторождения, новые нефтяные месторождения, то есть, перспектива такая достаточно радушная. Вот Вы упомянули в самом начале нашей беседы о индустриально-агранном развитии. Вот, может быть, несколько слов об индустриальном, потому что, ну, мы все знаем, вот, после развала начала 90-х, ну, у многих, скажем так, промышленность пострадала, но в Латвии она почти полностью исчезла, сейчас постепенно какие-то отдельные небольшие производства восстанавливаются. Что касается Азербайджана, какой там вот приоритет вот этой индустриальной системы? Ну, я вам как отмечал, это особый приоритет отдается не нефтяному сектору, и не нефтяной сектор у нас очень бурно развивается, но это не только сельское хозяйство, недавно пущен завод по производству карбамида, это очень важный продукт в сельском хозяйстве, у нас работает завод метанола, это по переработке газа, у нас работает недавно реконструирован завод металлургический сумгаидский металлургический завод по производству это очень крупный завод и много рабочих мест да, 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 там много рабочих мест у нас реконструирован и работает гянджинский алюминиевый завод, да, но у нас есть конечно предприятия, которые после развала СССР они не были конкурентные, они были но они остались но они не функционировали но сейчас они постепенно восстанавливают они выходят на на рынки они выходят как и на внутренний рынок так и на внешний рынок становятся конкурентными и тогда они могут нормально функционировать и таких предприятий достаточно и это и в области электротехники это и в области машиностроения нефтяного машиностроения то есть эти программы их восстановление существует и многие из них уже восстанавливаются из хорошей конкурентной продукции Они выходят на внутренние… У нас прекрасное предприятие по созданию глубоководных оснований, это уникальное предприятие, единственное в Советском Союзе было, это когда строят скелеты для морских буровых установок. Так что вот всё это делается, конечно, огромные средства идут на эти проекты, но они дают эффект, они дают эффект. А что касается аграрного комплекса, я так понимаю, там есть и индивидуальные хозяйства, и фермерские, да? Да, у нас была проведена реформа земли, земля была роздана фермерам, крестьянам, но сейчас идёт процесс создания таких больших агропромышленных комплексов. Только вот в одном недавно приезжал, здесь подписывали с самоуправлением, подписывали договор между Кюрдамиром и городком около Лепая, и вот там я узнал, что только в одном вот этом Кюрдамире пять этих агропромышленных парков хотят создать, три уже созданы, два ещё будут созданы. То есть вот эта линия идёт на создание укропнения, ну и в то же время мелкие хозяйства, они очень большая доля это мелкофермерского хозяйства в этом производстве сельхозпродукции. Ну и естественно, много уходит, я так понимаю, на экспорт, да? Да, да, много уходит. Ну что, спасибо большое, я надеюсь, что и латвийско-азербайджанские отношения будут развиваться, больше азербайджанской продукции будет появляться в наших магазинах, потому что вот я знаю, что компоты, варенье, вот, ну это всё то, что мы ещё помним с тех времён советских. А, кстати, они сейчас есть здесь, на рынке, да, они есть, прекрасного качества, они поставляются, фирма Азерцель поставляет. Ну, видимо, ещё когда появятся, я надеюсь, и фрукты, и овощи азербайджанские. Да, 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 ещё, да, будет ещё лучше. Да. Ну что ж, спасибо большое, чрезвычайная полномочия посолу Азербайджана в Латвии, Джеванши Ахундов у нас был в студии, и большое спасибо. Спасибо большое за приглашение. Большое спасибо.